Мне кажется, от пола это не зависит. От человека, от его ответственности. Мне кажется, от этого. Может быть, женщина. Почему? Потому что сейчас мужики, водители, в основном какие-то обезбашенные. И очень много ездит пьяных за рулем. Статья слабая. Если ты пьяный за рулем, я не знаю, это должно быть или пожизненная конфискация прав. За кермом нет женщины и человека, за кермом есть водитель. Наверное, чтобы все думали, не только водители, но и пешеходы думали о том, как они переходят, как они идут и что думают. Все должны, если все будут думать, то, мне кажется, намного уменьшится. Нужно уважать друг друга. Я вот 42 года за рулем, но старший не маленький. Правда, правила я не сильно знаю. Но уважаю всех автолюбителей. Ну, в первую очередь, это уважение друг к другу и к себе. Потому что, если ты ведешь себя на дороге, как свинья, извините, окружающие точно так же будут себя вести по отношению к тебе. Чи вы ответственны, вы пешеходы? Думаю, да. Должны переходить там, где нужно? Стараюсь, потому что там уже учится и мой ребенок. Он смотрит, как веду себя я, естественно. Ведет себя в будущем так же. Включать повороты. По возможности не нарушать правила. Если лежит кирпич какой-то или осколок, или обломанная ресора, остановиться и на краешек подвинуть. Друзья, до нашей студии заветов Сергей Самбура, викладатель, инструктор с индивидуального навчания в водильню Миколаевской зразковой автошколы Товариства сприяння обороны Украины. Доброго вам ранку. Доброе утро. Сегодня у нас такая важливая тема, как етикет на дороге или дорожный етикет. Взагал, есть такое понятие и что оно в себя вмещает? Такое понятие, конечно, существует. Я так понимаю, это не только пропустить один в один. Это уже правила дорожного движения. Ну, смотрите, в жизни есть не только на дороге правила хорошего тона. Мы в городе и в семье должны поводить, нормально себя вести, относиться с уважением к другим. То же самое касается и на дороге. Если люди относятся друг к другу по-хамски, то это влияет на безопасность дорожного движения. То есть, это влияет на настрой? Да, нет, конечно. Дело в том, что знание правил дорожного движения и выполнение их на дороге – это уже первый шаг к культурному вождению. Потому что люди, которые считают, что они выше законов и выше правил дорожного движения, уже ведут себя по-хамски. Есть программа, то есть в автошколе мы преподаем правила поведения на дороге. Я не буду сейчас рассказывать, какие у нас там сигналы имеются на дороге, типа спасибо, либо пошел ты, да? Есть каждое. Это уже, думаю, с веком, с часом, с практикой появляется просто автоматично. Ну, надо все равно объяснять. Но правила такие тут, на дороге, это же не только касается водителей, правильно? Они касаются и пешеходов, взагалі всех участников. Всех участников дорожного движения. А участниками дорожного движения является тоже пешеход. Но дело в том, что проблема водитель-пешеход, она возникла не сегодня. И, если честно, вот знаете, первая женщина-пешеход, которая погибла от автомобиля, это был 1896-й год. Тогда свидетели говорили, что автомобиль несся с очень огромной скоростью. На то время это было 8 миль в час. И женщина вышла на дорогу, испугалась повозки без лошади и попала под колеса с трагическим случаем. То есть это идет еще с тех времен. Если вы помните, читали вы «Золотой теленок» Ильф и Петров, наши одесские писатели, в 1931 году писали, начало какое идет, что пешеход придумал улицы, дороги, автомобили, да? Потом появились автомобилисты, которые начали вытеснять пешеходов с проезжей части. Пешеходы стали, если своими словами, ходить по тротуарам, тесно прижавшись к стенам, да? И эта проблема, в принципе, идет постоянно. Взаимное уважение должно быть всегда между водителями и пешеходами. Потому что дорожно-транспортное происшествие – это стопроцентное, когда есть вина двух человек. Одна вина косвенная, одна уже конкретная. Один человек не обратил внимания или внезапно вышел на пешеходный переход. Второй человек, который совершает наезд, не сбросил скорость вовремя, не предусмотрел появление этого пешехода. То есть вот вам в итоге результат. Классичная ситуация. Да. Что такое дорожно-транспортное происшествие? Это когда оно случается. Это недооценка ситуации, переоценка своих возможностей. Пешеход недооценил ситуацию, водитель переоценил свои возможности. Мы все знаем правила дорожнего движения, что нужно переходить лишь по зебре, в специальных местах. Лише по подземному переходу, но почему-то у нас все равно люди zwyкли перелазить через заборы. Что нужно переходить дорогу по светофору и все равно дивиться на право, на лево. Но тем не менее пешеходы начинают поддерживать этих правил, больше лишь тогда, когда сами седают за руль. Все правильно. Когда начинается обучение, я рассказываю своим ученикам, что вы до этого были пешеходами и ненавидели водителей. Когда вы становитесь водителем, начинаете ненавидеть пешеходов. Дело в том, что у нас проблемы несколько. То есть пешеходы учатся правильно переходить проезжую часть только тогда, когда приходят в автошколу. У нас не проводятся обучения до автошколы. То есть ни в общеобразовательных, я такого не слышал. Может, где-то есть хотя бы основные понятия. И вторая проблема – это правила поведения самих пешеходов. Если вы обратили внимание, мы часто ездим по городу, многие люди своим примером показывают, как неправильно переходить проезжую часть. Идет мама, которая смотрит мобильный телефон, дети идут сзади, она, не глядя на проезжую часть, просто выходит на пешеходный переход, уверена, что ее должны пропустить. Причем она не имеет понятия о том, что такое остановочный путь автомобиля, тормозной путь автомобиля. Что автомобилю нужно при определенной скорости, то есть нужно определенное расстояние, чтобы остановиться без резких торможений. И водить також людина, яка может просто відвергтись на какую-то долю секундочку. Да, но остановочный путь – это когда он увидел с маме до полной остановки. И при этом, что самое страшное, ее дети смотрят, как ведет себя мама, а дети – это у нас губка, они все впитывают информацию и не всегда хорошую. И потом, вырастая, начинают повторять за своими родителями. Родителями, бабушками. Бабушка бежит на последний трамвай, ей кажется, тянет за руку ребенка и бежит вне пешеходного перехода. Этот ребенок подрастает, так же самое начнет вести себя. Тобто, виховувати детей нужно с малышкой и своими прикладами. Да, начиная еще с семьи, потом с детского сада, потом со школы. Тогда у нас будет культура на дороге. На початку нашей с вами беседы у нас было опитывание, кто кращий водитель, жінки чи чоловеки. Цікаво дизнатися от инструктора и выкладча. Чи сгоден вы с тем, что рассказали нашим гостям? Я с большинством, в принципе, согласен. Водитель на дороге, не важно, кто он, мужчина или женщина. И стереотип. Это гендерный стереотип, что жінка за кермом, это как мапочка с гранатой. Это придумали мужчины. Хотя, вы знаете, что первое правило дорожного движения придумал Юлий Цезарь. У себя в Риме, и при этом он запретил женщинам садиться за повозки. Но он тоже был мужчина. Хотя, женщина, она более аккуратно ездит. И у меня много учениц, которые ездят лучше своих противоположностей. Но единственные есть нюансы, это какие? У женщин, это инстинкт самовыживания. Правильно же. Но у женщин есть проблема в обучении какая? Смотрите. Расследователь. Нет, 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 нет. Вы мать и дома хозяйка, да? Вот вы приходите домой, что вам надо в первую очередь? За ребенком посмотреть, за мужем, да? Приготовить, кушать, убрать. И только потом, если у вас наступает там свободная минутка, вы можете открыть правила и дополнительно почитать. В основную информацию женщина воспринимает, когда учится в автошколе. Вот почему я против индивидуального обучения. Когда человек может дома самостоятельно... Ему никто ничего не объяснит, и будет ли у него время прочитать. У парней это проще. Он пришел домой, там лег на диван, открыл правила, что-то повторил, да? Включил телевизор или залез в интернет. У женщины намного сложнее в этом плане. И женщины, ну, по психологии или по психотипу, как говорят некоторые люди, что в момент экстремальных ситуаций они менее склонны бороться до последнего. То есть при создании аварийной ситуации они больше теряются. Но они меньше попадают в аварийную ситуацию по своей вине. Если женщина уверена в себе, и ей хорошо донесли материал, и она не напрягается, не боится ничего, она очень хорошо водит. У нас когда-то несколько лет назад даже женщина работала инструктором, учила парней. Ну, что можно сказать? Если к правилу этикетов, то, зокрема, кто кого чаще пропускает? Женки-человеков или членки-членок? Или тут уже стоит вопрос ребром? Я женщина, меня пропустить, або, наоборот, я человек, я мое первое проехать? Это все зависит от характера людей и не зависит от пола. Есть и мужчины более культурные, чем женщины. Есть женщины, которые... Больше культурные, чем членки. Это не зависит от пола, это зависит от воспитания. Я дякую, что вы до нас завітали. Я дякую, что мы поспілкувалися на такую корисную тему. И основное правило из нашей беседы про то, что нужно вообще быть взаимовечными один за одним. Дотримовать этих правил этикету. Зокрема, учить детей переходить дорогу в правильных местах и самих себе учить этому. В первую очередь, да, обратить внимание на самого себя. Потому что мы пример для наших поколений. Вперше, это и для здоровья корисно, и настрой покращается. Звичайно, водею набагато приятнее, когда пропускаешь пешехода, и он пытается прискорить свой крок. Так, иногда дякую. Нагадаю, в нашей студии сегодня был Сергей Самбура, викладатель, инструктор с индивидуального навчания водяния Миколаевской автошколы «Товариства сприянного обороны Украины». Дякую вам, что вы еще до нас завітали. Приходьте еще обовязково, нам есть про что поговорить. Будем учить наших граждан, Ромадян, зокрема, правил, этикету и не кильки.